здравствуй зритель дорогой очередной обзор еды из атака но тут не я по моему тут вообще в одном еда вообще мне срочно понадобилось масло какой-нибудь растительное но как бы не срочно но у меня закончилось на днях и тут я подумала что надо бы все таки его купить что масло это такая вещь которая стоит жрать не просит надолго хватает и пакет по ходу дела нет не совсем порвался но собирался порваться и в общем еще мне надо было как бы хотела маленькую бутылочку масла но что-то вот выбор как-то масел какой-то вообще хиленький в этом атаке хотя более хороший чем допустим у нас магните но и мне надо было мисочку глубокую типа стаканчика такого широкого но глубокого под мой миксер чтобы что-то взбивать но что-то в атаке такой глушняк видимо придется смотреть на зоне в общем все что купила частично по списку частично нет еще в атаке проходит какая-то акция типа заполни бумажку возьми другую бумажку напиши на этой бумажке фио телефон и мыло и скинь ее может быть что-то выиграешь я сначала значит как-то это написала потом думаю хрен знает вдруг она нечитабельная с третьей стороны даже если я что-то выиграю то ну при желании фио моё как бы знают если я ничего не выиграю то я не удивлюсь я скорее удивлюсь если я что-то выиграю в общем там очень много этих бумажек и как-то все проходит без понятия 4 по 24 в атаке ваша не это все идет говорилось что ашан но по радио магазинному в чеке она все-таки а так супермаркета так 667 видимо 667 у нас в россии атаков ну и накупила я тут аж на 467 рублей с копейками точнее копейки мне округлили 467 рублей и поплатила я в этот раз наличкой вообще думала что мне больше наступиться ну как-то вот сейчас я это все обозрю если повезет сегодня смонтирую если не повезет то уже на следующей неделе у меня там еще два ролика этого монтажа масло на что-то там по 60 грубо говоря 70 рублей потому что 9 копейками в общем премиум альтера масло подсолнечное добавлением оливкового я так долго думала выбирала потом думаю хрен с ним куплю уж когда-то тоже покупали подсолнечное с оливковым я хотела какой-нибудь виноградное масло как-то покупала еще какое-то но что-то там ну как-то не знаю или оливковое или подсолнечное или горчичное нерафинированное но я не очень в курсе но как я вообще ела не ела муж тела но не помню на общем потом когда-нибудь может куплю ну пока вот этого хватит мне вообще литра масла хватило на полтора года за глаза и уши тут у нас 810 миллилитров и масса нет 745 грамм 12 месяцев он живет до 17 сентября он рожден практически недавно и вот до 17 сентября следующего года он доживет вот так вот тут у меня видно вот его в кадре так может приблизить еще или наоборот отдалить отдались все отдалилась дальше никак ладно обновляла тут винду точнее винда хотела обновиться полтора дня меня мучила все-таки обновилась пришлось нести как обычно половину всего половину половины всего и поставил обратно антивирус который грузный ну в принципе он неплохой но что-то я решила что он столько много жрет место занимает ставится только на винт на полу винт не ставится и в итоге осталось а с тем который от винды сам антивирус и не удаляет он из корзины из корзины и вообще вот там всякие вот осталось а четыре с лишним гига прошлой установки винды и эту можно удалить только вручную самой на компе с помощью этой привода виндовской они того 360 градусов антивирус что-то там которые самолетиком раньше был на старом телефоне у меня ну короче в общем обновилась у меня винда пришлось нести мне там одну часть этой соньковской управлял кино правда с компа еще не пробовала пока на телефоне только вот она есть на телефоне ибо телефон не винда не обновляется так массивно и внезапно в общем купила какую-то крупным продукт здорового питания ячменное хлопья не требует варки из цельного зерна 400 грамм 0 минут быстро вкусно полезно но я все равно их минуты 2-3 буду варить потому что тут как бы 60 грамм ячменные хлопья залить кипящей водой или молоком 180 200 миллилитров накрыть крышкой и дать настояться пять минут по мне так лучше уже проварить их пять минут вот эффективнее там были такие же еще овсяные еще какие-то еще какие-то я что-то думаю мне вообще овсянку на было бы хотел овсянку с несколькими злаками но такого счастья мне не случилось и решила я эти очменные хлопья потому что они попадаются вот с овсянка несколько злаков ну что-то и не знаю то ли 33 то ли как-то они чтобы люди видели правда я слегка приближен стол но зато другим вот кто смотрит с телефона должно быть видно купилась она резку так как завтра возможно 5 утра вставать сегодня у меня воскресенье на тот случай если вдруг я смонтирую вообще во вторник хлеба правда не купила но пойду на тренировочную площадку если в нашем магазине свежего хлеба осталось чего-нибудь то куплю себе половинку чего-нибудь сыр топленое молочко 45 процентов хотела взять кусочек с учета когда я последний раз покупала кусочек у меня как-то не съелся котом не съелся в одну не такой покупал на похожий у нас в местных магазинах и вообще как-то он полежал полежал часть заплесневела часть нет пришлось его засушить и втереть макароны а потом получилось так что я что-то доставала и у меня этот кусочек сыра засушенный еще бы хватило на пару макарон так подпрыгнул и на пол и котом поигрался сразу пришлось утилизировать в общем как-то в сутки больше проникают к нарезкам сырному купил нарезку сырную захавал сыра на ближайший раз хватило и потом уже до следующего приезда 50 рублей 11 копеек сыр стоит 596 рублей грубо говоря 600 рублей за килограмм такой купила колбасы вот надо мне все-таки пересмотреть мои атаков ски обзоры потому что какая-то там колбаса помню мне ваще них не понравилось а какая-то нормально какая из них какая я не помню в общем это у нас праздничная ска дыма в кусок 57 27 ну короче 56 тут грамм она стоит килограмм тысяча 22 с копейками за килограмм вроде такая более-менее вменяемая но тут не было и в составе не написано и 666 мысли вообще я знаю что какие-то из них есть натуральные какие-то вот искусственно выработанные по ходу дела все эти приправы и прочие были натуральными докторская классическая вариант вареная 11 нары или что-то в этом воде отяшевский мордовия на так 8 59 102 рубля ваще дешевая какая-то мне как-то и покупала где она нормально пошла ну там было два таких чуть побольше кусочков чуть поменьше думаю в крайнем случае у меня есть который практически все живет тут я что-то прониклась у меня подруга она периодически верующие периодически подблюдет ну смысле православная и она периодически делает какую-нибудь хрень очень даже вкусную и съедобную из этой чечевицы я что-то прониклась и тоже купила правда тут на развес разные вот чисто попробовать так ну пойдет у меня не пойдет потому что обычно мы с ней погуляем уже хочется есть и съешь все что угодно и она считает что вот она и по-моему есть только в пост практически эту чечевицу в общем тут какая-то зеленая чечевица самая дешевая чуть было 120 рублей килограмм что ли тут у меня достаются макароны вот все-таки прониклась и этими макаронами на развес атаковский каждый день наверно или какие они там вот просто макароны дешевые овощи до трендыца нормальный состав мне нравится очень такие советских там столовках были в школе в школе иногда считалось что в школе в столовках хреново кормили иногда везло людям детям и в школе хорошо такие макарошки я-то думала мне тут килограмм будет а у меня тут пятьсот сорок восемь грамм всего лишь ракушки волнистые уже не первый раз и покупаем там еще другие были но их практически мало было и вот покупала там два раза спагетти все хорошо у меня приказала долго жить большая кастрюля в которую эти спагетти врезали и теперь надо их как бы слегка подламывать она большая но не настолько короче эти спагетти у меня прорвали последний раз пакеты я все на свете не буду больше спагетти покупать ну как-то прикольно вот там их сыром посыпать на вилку намотать но последнее время что-то я как-то уже давно несколько лет больше проникаюсь к не спагеттям немножко кстати в прошлый раз в атаке мне пробили я уже дома увидела на чеке еще так офигела думаю вроде как-то мало покупала цена такая офигительная высла финики мне прошлый раз пробили как чернослив в этот раз не пробили как финики радует но финики у них подорожали у них были финики по 82 с копейками 83 с копейками сейчас они 89 90 по такой же цене были финики не знаю месяц они было высшей линии у нас вообще хочу потом себе купить у вот фиников немножко взяла что-то 170 или 150 рублей 600 грамм коробочка какие-то королевские финики живут холодильнике в мире фруктов продаются в общем я тут была в гостях меня угощали мне очень понравились вообще день и ночь какие-то такие нежные нежные прям борту растворяются кроме косточки косточки не растворяется потом себе прикупить еще купила вот она мелкая видимо чем мелче хотя не знаю желтая была покрупнее чем оранжевая помелочь чем зеленые под чуть-чуть подороже рублей на 20 короче оранжевая тут все купила еще чищевистен немножко купила халвы в шоколаде я правда не глянула она вообще какая тут халва там которая классическая халва или там еще чем-то короче халва радфронтовская что-то на по 249 ну грубо говоря по 250 рублей за килограмм 7 штуки это вроде взяла себе сметаны поняла что лучше покупать маленькую баночку сметаны эту пол килограммовую сметану себе купила местного производства на разлив наверное улическая сметана чисто вот это улического сыр завода и она такая густая жирная 133 рубля с копейками килограмм маленькую баночку покупала ну по типу такой в контейнерах этих разовых но мне понравилось думаю на купить большую так что-то сожрал быстро а тут она мне не шла не шла ну как-то ну не к чему ее было из вот был у меня творог такой свежий угостили творогом свежим коровью я поняла что это не койзи творог виноват это просто вот если любой творог немножко решит помирать то он по вкусу одинаковый в общем видимо у меня сметана была уже слегка старенькая а я ее как-то не попробовала так чисто то помогла на творогу немножко откинуть копыта я не знаю то ли он совсем откинул копыта то ли нет купила сегодня себе вчера я эту сметану отправила про отца купила себе сметану торжковская сметаной торжок тверская область очень вкусная кстати вот молочкой у торжка 5 сделано 225 живет 200 грамм сметана сколько тут процентов жирности а 20 процентов жирности кстати такую сметану брала мир не раз может два или три несколько раз короче брала в атаке только в атаке что-то у нас тут еще осталось а еще в общем когда-то я делала какую-то хрень и там где-то мне попадался ну хотя я делала несъедобную хрень но про ну там тоже писалось и вот что-то я решила все-таки купить себе немножко на пробу нута и что-нибудь посмотреть в интернете как его едят и заготовить в общем вот нут какая-то это шкурка нутовая от него зачерпывала мне эта шкурка попалась и скинула но она все равно видимо очень хотела попаться у нут и чё у нас тут вообще еще так ой у меня тут еще маленькие сливки мне машка сказала подруга моя что в этом в атаке бывают сливки 30 процента жирности там действительно новинка появились сливки 30 процента жирности бабушка вот это в домике в деревне забыла как ее домик деревне 200 с чем-то рублей 480 грамм и там действительно в составе сливки все остальные сливки 35 процентов и 33 вот с каким-нибудь антислеживающим эффектом с какой-нибудь е666 короче походить хренью и тут внезапно я вот ну я купила чисто маленькие 220 процентов 200 миллилитров сливки каждый день стерилизованная в составе сливки нормализованы чисто попробовать потому что у меня он были тут сливки я покупала какой-то фирмы фиг знает ну типа местного производства там какой-нибудь области нашей необъятной страны в одном магазе где мясо продают делалось и пару раз десерт вот думаю просто даже маленький все равно особо так вот много этого десерта не захаваешь даже я уже поняла что в холодильнике сделать домашнее мороженое то она стоит как бы над соблюдать чтобы она постояла и в принципе учитывая что я люблю мороженое полуталое то я решила просто взбивать эти сливки с какой-нибудь ягодой протертый с сахаром немножко себя если пойдут то куплю еще если не пойдут ну как бы за 36 руб точнее по-моему не даже дешевле чем 36 рублей сейчас гляну сливки 33 20 на 33 20 стаканчик сливок уменьшим стаканчик 200 миллилитров сливок да и хрен бы с ним это я вообще покупала растущим то короче конечно некоторые будут вопить и которые не любят каждый день эту марку но как бы чтобы не попробовать к тому же у них состав был нормальный в отличие вот это мне просто большой формат сейчас не надо этих 33 мне тупо было интересно действительно они там продаются или нет но раз там этот домик деревня кстати нормальным составом продаются так что тут у нас еще осталось у меня был пакет который я там приобрела и вот этот розыгрыш всякой требухи с 4 16 лет волшебный день рождения ашану этому потом гляну если не забуду на сайте чё там как это делается когда это трое а по субботам них этот розыгрыш видимо в следующую субботу работ в общем вот такой у меня обзор покупок все люди тут влезают ой я оказывается сделал эту сеточку на телефоне ну на этой программе и забыла думаю чем не все в квадратик а в общем всем спасибо всем пока